Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира – российский фондовый рынок. Что может стать поводом для оптимизма? Я бы даже перефразировал, учитывая текущую ситуацию, что является сейчас поводом для оптимизма, потому что очевидно, что российский рынок выглядит очень-очень неплохо, по сравнению с недавним, прошлым, по крайней мере. Итак, об этом поговорим, ну и об этом, и о многом другом. Представляю моих гостей. В студии сегодня Вероника Чекина, аналитик фонного центра Инфина. Добрый день, Вероника. Здравствуйте. И в студии Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital, ProBusinessBank. Добрый день, Алексей. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте, задавайте вопросы и делитесь собственными наблюдениями. И начиная эфир, давайте посмотрим, что происходит к этому моменту, что произошло к этому моменту на финансовых рынках. 1506 в Москве, картина маслом. Отрицательные территории закрыл вчера Америка, 80-х потерял Dow Jones, 70-х S&P и NASDAQ 0,5%. Далее Азия разнонаправленно. Китай, правда, просел почти на 2%, но индекс Nikkei 225, индекс японской фондовой биржи, вырос напротив на 0,1%, ну, символическую, видимо, 0,1%. Европа сегодня в минусе, по крайней мере, FTSE 100 снижается к этому моменту на 0,5%. Ну, а индикатор российского рынка, как я уже сказал, вполне себе неплохо выглядит. Скромнее, конечно, чем вчера-позавчера, но, тем не менее, прибавляет РТС в моменте 0,1%, 1,497, да, волшебный уровень, 1,500, видимо, сейчас пытается он каким-то образом одолеть. И ММВБ совсем скромно, 0,08%, но, тем не менее, в плюсе, 1,532, текущая котировка. Рубль, кстати, тоже достаточно в узком диапазоне зажат, и 1,3230, по-моему, сейчас я посмотрю на споте, но, по крайней мере, полчаса назад было именно так. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Форекс нефть марки Brent уверенно практически на месте стоит уже несколько торговых сессий. 109,5% стоит бочка, Light Sweet 101,44$ за бочку, золото восстанавливается после вчерашнего еще одного снижения, 1,283 стоит одна тройская унция. Напомню, вчера локальный минимум был в районе 1,255$ за унцию, 30$ прибавило со вчерашней торговой сессии. И валютный рынок в лице евро-доллара также, в принципе, в диапазоне. 1,355 сейчас евро-доллар котируется, ну, по крайней мере, опять-таки, забрался выше 35-й фигуры. Вчера была попытка пробоя. Смотрим на набор голубых фишек. Они разнонаправлены. И среди лидеров, ну, давайте снижение начну. Значит, больше всех снижается Роснефть почти на процент. НЛМК обычка на 0,7,5% теряет Сбербанк и 0,8% Норникель. А лучший рынок выглядит МТС почти 2% в плюсе, 1,5% Ростел. Северсталь, процент, прибавляй по проценту Сургут, нефть и газ. Ну, и все, наверное. А, ну, Газпром стоит отметить. 0,3% в плюсе. Ну, что ж, вот такова картина маслом. Ну, и, наверное, отходя, может быть, да, от сценария последних моих эфиров, последних на этой неделе и на прошлой. Потому что сценарий сейчас один, да? Что во главе угла стоит в уме инвесторов? Конечно, ребята, давайте поговорим. А как там... А, кстати, вот что. А если все-таки говорить о текущей ситуации, две проблемы сейчас занимают умы международных инвесторов. Первая, ну, известная там в Америке. И что делать, и кто виноват. Первая, да, как решится ситуация в Америке. А вторая, я вам хочу сказать, наша местная. А именно, да, первая экспертная премия на Финам-ФМ сегодня вручение победителям. А завтра в эфире мы будем объявлять этих счастливчиков. Я даже не знаю сейчас, что важнее. Ну, ладно, интрига сохраняется. Давайте, тем не менее, Леш, к тебе у меня первый вопрос, первая просьба. Поговорим, начнем, по крайней мере, да, разговор с российского рынка, вопреки вот этому избитому сценарию последних дней. Действительно, чем обусловлен этот рост, что это такое? Это нервы, это какие-то непонятные телодвижения? Ну, на сегодняшний день практически первые две недели квартал у нас завершились. То есть начался четвертый квартал, и рынок его начал весьма бодро. Не просто смогли превысить предыдущую отметку, то есть полторы тысячи, а фактически вот вчера и сегодня торговля идет в диапазоне там 1520-1532 по МВБ, и маячит сверху такая отметочка 1550, покажем или нет, будет видно. В принципе, что можно сказать? Формально притока западных средств не было, да, о чем нам говорит статистика. Но реально покупатели есть, покупатели есть, да, то есть в отдельные дни, вот не сегодня, правда, а предыдущие, когда были такие большие белые свечки, был неплохой объем, были покупатели. Но наши покупатели, да, получаете? Ну, я-то вижу как бы рублевый флоу, да, то есть я вижу, что в таких бумагах, как «Газпром», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», ну, может быть, в меньшей степени там даже МТС, и даже в энергетике были большие беды, были большие беды, значит, либо, как бы, кто-то отоваривал эти беды, кто-то, так сказать, стоял близко от рынка, может быть, там подбычивал позиции, что было, то было. Разные версии есть. Понятно, что рынок вырос, да, почему? Потому что покупали. Все это понятно. Уровни мы отметили, ну, можно немножко порассуждать о природе этих денег. Ну, разные есть версии на рынке, с учетом того, что мы отметаем, как бы, иностранные инвестиции, просто иностранцы, скорее всего, не успели еще сориентироваться. Квартал только начался, только начался финансовый год, вряд ли пока решение не принято. Ну, и официально, статистка говорит, да, что если и был приток, то он, конечно... Тем более, сейчас в связи с ситуацией в США, я думаю, там могут притормозить пока такие достаточно крупные игроки. Мелочь мы не трогаем. Возможно, какая-то конвертация, как есть версия, что кто-то сконвертировал какую-то сумму из долларов, да, как бы завел на российский рынок. Тут природа этих денег, так сказать, она там на разных сайтах дискутируется. Кто-то говорит, что это не так, это чисто наши российские деньги. В общем, деньги нашлись. Деньги нашлись. Деньги есть. Ну, в какой-то из дней, в какой-то из дней я могу отметить дешевели рублевые ресурсы на межбанке. То есть, вот буквально ставка уходила чуть ли не до 5%, уверена этого, тогда как, в принципе, она держится чуть выше 6%. То есть, был вот такой провальчик, соответственно, в этот день была активная покупка, что, в принципе, наводит на мысль, может быть, какая-то была конвертация, и рублевые средства поступили. На валютном рынке вроде все было спокойно, особенно доллар как бы не заливали, поэтому эта версия, она, в общем-то, да, тоже может подвергаться критике. Вот, то есть, какой-то приток средств. Ну, наверное, да, это было неожиданно. Можно было предположить, я, честно говоря, тоже думал о том, что российские игроки будут бояться в преддверии... Событий. Да, в преддверии известных всем событий, потенциального дефолта США, но нет. Была покупка. В принципе, покупка идет у нас агрессивная, начиная с саммита большой двадцатки, который проходил в Санкт-Петербурге. Там, значит, была первая такая волна роста. Ну, не берем от лета, летние и зимы не берем, это традиционный сезонный фактор. Вот, когда подняли там с 1380 до 1500, потом коррекция на 1450, помялись, и сейчас вот как бы со второго захода все-таки 1520-1530 мы показываем. В принципе, никакой фантастики в этом нет. Ну, может быть, неожиданно заключается в том, что большую часть года российский рынок был хуже остальных, хуже остальных развивающихся рынков, и вот сейчас какая-то покупка началась. То есть, да. С формальной точки зрения, апсайды в бумагах есть, повод для покупки есть. Единственное, сейчас можно констатировать, на мой взгляд, что буквально за исключением двух бумаг, скажем так, за исключением Норникеля и Газпрома, на мой взгляд, я не беру энергетику, которая внизу лежит, перегрели бумаги. Перегрели бумаги. Даже, может быть, с той неплохой дивидендной доходностью бумаги перегрели. Леша, спасибо, спасибо. Мы чуть позже будем в деталях. Ну, Веронике надо дать возможность сказать, что у нас минута осталась до первого перерыва. Вероника, скажи, ну, чего-нибудь скажи, может, даже не по поводу рынка. Нет, ну, я, в общем, по поводу рынка тоже скажу, на самом деле. Еще какую-то, я думаю, дополнительную поддержку. Давай так, смотри, я вопрос важный задам. Вообще, логично то, что в преддверии вот этого готовящегося апокалипсиса, да, что российский рынок растет. Ведь, в принципе, большому счету никто не растет. Нет, я думаю, достаточно логично. Российский рынок очень сильно отставал. И сейчас усиление интереса к рисковым активам, да, и поэтому, собственно, мы начали догонять. А есть действительно сейчас интерес к риску? Я думаю, да, конечно, есть, поскольку, ну, об этом более подробно надо поговорить, потому что время дешевых денег подходит к концу, и интересно играть на акциях, да. Здорово, здорово. Ладно, действительно, мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас прервемся новости, а потом продолжим. Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы «Сухой остаток» whotrades.com, первой социальной сети трейдеров. Ну, а мы продолжаем обсуждать наши инвестиции непосредственно в прямом эфире «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фондового центра «Инфина» и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг «Лайв Капитал» про Бизнес Банк. Телефон студии для вас, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите. Ну что ж, продолжим, Вероник, продолжим. Тебе слово и мысль. Вот это меня очень заинтриговало, честно говоря, в связи с последними событиями. И уж тем более в ожидании новых событий. Действительно аппетит к риску растет, на твой взгляд. Да, на мой взгляд, аппетит к риску действительно растет, потому что, несмотря на то, что, ну, в данный момент немножко рынки подуспокоились по поводу сворачивания программы Куи, особенно после того, как Обама внес кандидатуру Джанет Йеллен, которая известна своими такими глубинными достаточно взглядами. Вот. Все равно, в принципе, понятно, что долго это все, вот этот пир, не продлится, да, что заимствования будут, деньги будут становиться дороже. И, соответственно, играть уже на долговых рынках инвесторам становится уже не так интересно. Поэтому, собственно, идет перераспределение капитала, начинает перетекать на рисковые рынки. А на рынки рисковых активов, ну, то есть на рынке акций. Так как российский рынок, он, в принципе, недооценен достаточно существенно, да, можно думать, что эти деньги, в общем-то, так или иначе докатятся и до нас, западные деньги, которые пока, да, пока еще не пошли. Сейчас, скорее всего, действительно, это российские игроки. Плюс, ну, нельзя исключить, что государство тоже сейчас на нашем рынке играет, потому что, ну, наше государство, да, ну, институты, через свои институты, соответственно, да. Вот, потому что надо много разговоров про улучшение инвестиционного климата и так далее, особенно в преддверии Олимпиады и прочее. Вот, но в целом, я думаю, что рост российского рынка акций, можно ожидать, что он продолжится, ну, вот, ну, не говоря, естественно, о каких-то там коррекциях и так далее. Там реакции, там, острые на внешние какие-то шоки и так далее, потому что, вот, помимо уже того, что я говорила, это усиление, вообще, в принципе, глобального аппетита к риску, можно говорить о таком явлении, как цикличность фондовых рынков. И российский рынок достиг своего дна в марте 2011 года, вот, после этого начался новый цикл, да, который продлится, мы считаем, 3-3,5 года. То есть можно ожидать, что где-то до, ну, по крайней мере, до весны, вот, по нашему мнению, 2014 года, можно ожидать, что российский рынок, он, да, будет подрастать. То есть цикл, имеется в виду, новый его виток начался именно в 2011 году, да, и сейчас мы видим. Да, да, и вот сейчас мы видим вот этот вот сходящий. Да, да, ну, не быстро, да, не свечкой прям такой, да. Ну, это понятно, да, свечкой. Ну, идёт, но идёт. Не всегда бывает свечкой, к сожалению. И еще одна деталь, смотри, я соглашусь, конечно же, видимо, глобальный инвестор перераспределяет активы свои, исходя из возможности сворачивания к УЕ, но тем не менее выбор тех же самых рынков авций все равно у него есть, у глобального инвестора. И он, конечно же, как всегда оценивает, ну, прежде всего, риски, возможные риски, ищет качество пресловутое. С этой точки зрения, вообще, насколько ему интересны именно рынки развивающихся стран, потому что там качества-то нет, и риски высоки. Почему не вкладываться в ту же Америку, что мы видим, в принципе, почему не выбрать Европу, которая вроде бы тоже начинает восстанавливаться, и, соответственно, более-менее... Ну, эти рынки показали очень-очень хороший рост, эти рынки показали, в принципе, там, в общем-то, ралли, и, возможно, даже уже потенциал этого роста исчерпан, да, а российский рынок, ну, вот от этого мы никуда не уйдем, никогда не уйдем, да, кроме всего прочего, да, нельзя забывать, что это сырьевой рынок, да, пока нефть находится на таких вот хороших уровнях, да, он будет интересен, тем более, что сейчас, конечно, ну, временно снята напряженность вокруг вот той же Сирии и так далее, но Ближний Восток, он, проблема эта никуда не делась, там постоянно горячая точка, и периодически возможны некие там... Потряхивания. Да, потряхивания и так далее, то есть, с этой точки зрения, конечно, российский рынок тоже остается интересным. То есть, поводы для оптимизма есть, если возвращаться к теме. Леш, твой взгляд? Да, некоторые факты, то есть, по поводу 2011 года, у меня немножко другая картина, то есть, я скажу о том же самом, но, на мой взгляд, понижательный тренд на российском рынке, который идет с 2011 года, с первого квартала, вот он сейчас, наконец-то нами преодолен, в течение вот... Последних, ты имеешь вот этот пробой, да, нисходящий не тренд, да, на недельном графике, 2-3 недели, да, ну, я по ММВБ, я по ММВБ... А ты по ММВБ, я по ММВБ. Да, то же самое, вот, удалось преодолеть, как бы нос просунули, сейчас хорошо бы удержаться. Значит, здесь буквально пару цифр, ну, наверное, текущий месяц, октябрь, неплохо бы, Камбу удержать полтора тысячи по ММВБ, так вот, скромно им такую цель поставим, тогда, действительно, они смогут развить тот тренд и тот, который с лета идет, с июня месяца, да, как бы снизу, и более агрессивный тренд, который идет с сентября. Вот, пожалуйста, там, пусть развивают, вот, надо не отдавать назад полторы тысячи. И, может быть, выходить выше, чем 1550, это будет еще лучше. Поэтому, да, сейчас, наверное, возможны движения, и, наверное, тот, кто сейчас присматривается и покупает бумаги, надо смотреть с прицелом уже на январь-февраль-март туда, да, то есть, и, наверное, это должны быть бумаги с понятными дивидендами, историями. Мы видим, что они уже сильно выросли, уже пользуются спросом, это и Сургутнефтегаз, это и Татнефть. Очень хороший рост МТС показывает, но там не столько, наверное, из-за дивидендной политики, которая, в принципе, хорошая, но пока что в цифрах не очень инвесторам интересно. Там корпоративные идеи, видимо, играют. Там надо разбираться, может быть, даже будет повышение таргет-прайса. Вот, все это хорошо, замечательно, да, технически вполне возможно новый тренд. Но я не исключаю сейчас коррекцию. Просто хотел бы немножко призвать людей к осторожности, потому что по факту мы видим, что вот перед пресловутым 17-м числом наш рынок как бы играет вверх. Мы растем, да, значит, классическая ситуация. По наступлению событий будет какая-то коррекция. Покупай на слухах, да? Да, видимо, видимо, в свете того, что вот мы говорили раньше, нужно будет эту возможную коррекцию использовать для набора позиций. Да, те же самые бумаги, которые пользовались спросом в ходе вот текущего роста, тот же самый Газпром, тот же самый Норильский Никель, Сургутнефтегаз. Все это посмотреть просто чуть пониже, чуть пониже. Значит, теперь по поводу вот 17-го числа, то есть жупила этого. На самом деле, по идее, из того, что, как я понимаю, собственно, 17-го числа ничего не произойдет. То есть завтра могут ничего не сказать, если даже не договорятся. Серьезно? Потому что серьезные процентные выплаты по американскому долгу предстоят в конце месяца. Правда, есть 21-го числа размещения. Шамы очень сильно большие, да. Да, то есть понедельник. По сути дела, важно не 17-е число, а 21-е. Первое крупное размещение. Ну смотри, если проблема не закроется 17-го числа, то они размещаться, аукцион не могут проводить. Ну вот, возможно, будет какая-то неприятность 21-го числа. Если до 21-го не успеют проголосовать... 19-е, 20-е, это как раз будет понедельник, да? Вот, теперь предмет голосования будет какой. Значит, одну из проблем отложат, как я понимаю, госдолг на середину декабря, да, конференция там у них, в районе 15-го. Проблему по потолку отложат на январь. Ну, то есть как бы вот хотят обеспечить четвертый квартал хороший в Штатах. А теперь по поводу Штатов. Там на самом деле за прошлые 4 недели Доу Джонс отдал назад весь рост третьего квартала. То есть там все четко. Там все сходило вниз, да, сейчас как бы небольшой отскок, болтаются. Торговля небольшая бычья премия относительно 200-дневной средней. Вот, мы пытаемся только-только просунуть нос наверх. То есть Америка на самом деле, она классически среагировала. Она на ожиданиях вот этого события замечательного, потенциально-технического дефолта, корректировалась. Корректировалась. Мы нет, да. Ну, здесь у нас как бы нарушение корреляции, у нас российский рынок падает с февраля. Да, то есть и конец первого квартала, там и второй квартал, когда другие рынки чувствовали себя лучше, мы ничего не показали. У нас действительно создались неплохие потенциалы, да. То есть по бумагам, скажем так, вот если отмотать назад несколько недель, был у нас там сургут нефтегаз привилегированный, там 22-23 рубля. Да, потенциальные дивиденды рубль 85-220, доходные сами считайте. Нарильский никель был 4700-4600, потенциальные дивиденды 420 рублей и выше, считайте сами, как говорится. Газпром, ну там чуть хуже ситуация, там дискутируется. Газпром нефть, 8 рублей на акцию, бумага стоила там, грубо говоря, там 135, но сейчас повыше, конечно, подняли. То есть бумаги есть интересные, плюс тут МТС и так далее. Внизу пока у нас лежит только энергетика, драйверов вроде бы нет, металлургия. Ну из металлургии вот как бы Северсталь пытается, Северсталь пытается и Соллерс, как, ну, может быть, более такие понятные бумаги. Другие чувствуют себя похуже. То есть там как бы рост пойдет в конце, бумаги будут догонять. Конечно, спекулятивно там абсайд больше, но я бы не советовал пока увлекаться энергетикой. То есть кто там с ней работает, уровни знают, пожалуйста, не будем даже. Хотя последние несколько дней отскочили, но опять и он отскочил наверх, там Русгидр какие-то поползновения опять. Вот, то есть в принципе у нас были поводы покупать российские бумаги, да, даже сейчас. Но вот сейчас прислали деньги, сейчас купили, да, получается вроде бы такая вот у нас другая реакция, то есть мы в противофазе. Ну вот это, видимо... Мы не последние две недели в противофазе находимся, может быть. Месяц где-то. Ну, у нас свой путь, в общем-то, всегда, да. Это нормально. Главное, чтобы эта противофаза у нас смогли удержать это достижение, если, не дай бог, что-то произойдет. Потому что мы уже не раз наблюдали, что вся наша вот эта эйфория и тихая гавня... Да нет, ну если говорить о том, что, не дай бог, что-то произойдет, и это что-то будет глобальное... А это что-то нет. Всего-навсего, всего-навсего просто договоренность будет затянута в США. Вот и все. Всего-навсего. Ираник, давай, по поводу... Ты часто бываешь за рубежом, судя по твоему великолепному загару. Кризиса, кризиса нет. Рассказывай, что там, да. Кризиса, кризиса нет. У тебя инсайты наверняка есть, ты там вращаешься в этих... Рассказывай. Да нет, вы знаете, как... Кризис, в общем-то, есть, конечно, в Европе тоже, да. Но вот я смотрю, что, в общем-то, в основном как-то европейцы, они как-то более стали оптимистично смотреть в будущее. Интересно. Да. То есть... Ну, может быть, они кивают на своего старшего брата, там, у них все еще хуже, говорят они, поэтому... Нет, я думаю, что как-то уже... Хотя вполне возможно, знаете, что называется, вот люди уже успокоились, да, это как вот, ну, старый такой анекдот, да. Привезли козла. Привезли козла, да, да, да. Привыкли жить во время кризиса. Не, ну это нормально, человек к всему привыкает. Это нормально, да, люди к всему привыкают, то есть уже в будущее как-то смотрят достаточно спокойно. И, в общем-то, ну, мы видим, да, что европейские тоже биржи как-то так, их перестало лихорадить, они вот... ДАКС обновил тут максимум, вот, буквально там, чуть ли не вчера, да, то есть, в принципе, чувствует себя все очень даже неплохо. Ну, денег напечатали много, они же тоже напечатали. Денег много, конечно, денег много, да. Деньги как песок, они... И тем не менее, давай, по поводу Америки-то, что, на твой взгляд, что там будет? А, ну, я думаю, это, конечно, вновь такой-то хорошо такой срежиссированный спектакль, да, это чисто политический, конечно, кризис, да. Я думаю, что все-таки договорятся, я думаю, что даже не будет допущен технический дефолт в данной ситуации, действительно, просто временно поднимут потолок, долго там, дальше уже вопросы будут уже решаться, уже там, 7 февраля, допустим, то есть, снова там. То есть, понятное дело, что для рынка это будет постоянно какая-то такая антиморковка такая будет болтаться перед ним, то есть, все время будут опасаться. А если, смотри, вот еще один тезис твой вспомнить, недавно ты его озвучила, по поводу политики Федрезерва, рано или поздно, да, говоришь ты, вполне очевидно, придется все-таки что-то делать. А с потолком госдолга вот нельзя подобную же мысль, да, допустим, декларировать, рано или поздно, с ним надо что-то делать. На самом деле, госдолг уже, да, к 100% ВВП приближается. Даже комментировать, как говорится, не хочется. Нет, давай прокомментируем, почему? Все все понимают, как я говорю, то есть, мы понимаем, что мы играем с огнем, и главное не остаться последним, вот я бы так сказал. Ну, да, наверное. Не, ну, до тех пор, пока, в общем-то, и существует доверие инвесторов, да, к американской системе финансовой, то есть, они могут поднимать свой потолок госдолга сколько угодно, плюс у них есть самый большой в мире станок, у них больше всего зеленой краски, они, в общем-то, напечатают. Ну, мне кажется, здесь слово доверие, наверное, может, не очень умеется, или в кавычках оно, что... Почему нет, доверие есть, на самом деле. В конечном итоге, да, инвестор, он в безвыкновенной ситуации. Круговой порукой, если я думаю. Сейчас новости еще раз послушаем, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финнам.ФМ, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, ну и, в частности, сегодня говорим о рынке Российской Федерации, который вполне неплохо смотрится в последние несколько торговых сессий. Напомню, в студии Вероника Чайкина, аналитик фондового центра Инфина и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финнам.фм. Что ж, что ж, что ж, продолжим, продолжим. О деньгах мы заговорили, да, Леш, о российских деньгах? Ну, деньги есть, деньги есть, и действительно, я согласен, можно рынок и специально вытянуть, рынок очень тонкий, если как бы направить поток в нужном направлении, да, то есть в конечном итоге это должны быть рубли, их природа уже, так сказать, она может быть разная, вот вполне можно получить неплохое движение, такие вот 10% в месяц. Главное потом удержать достигнутые позиции, тем более, что и дешевизна рынка тоже, да, если смотреть там соотношение цена на прибыль на акцию, да, то наш рынок традиционно имеет апсайд, как говорят многие аналитики, апсайд вечно, как морковка впереди осла, чем дальше растем, и все равно есть апсайд, есть куда расти. Ну, хорошо это, да, я соглашусь, наверное, в качестве базового сценария мы можем принять повышение в целом нашего рынка в ближайшие полгода, там уровни, конечно, можно отдельно как-то обсуждать, но в моменте, в моменте, еще раз повторю, мне кажется, что в ближайшее время нас может ожидать коррекция. Даже если не слишком глубокое, о чем идет речь, то сейчас мы торгуемся в районе 1530, может быть, даже если в США будет что-то принято конкретное, можем даже ударить 1550, попробовать какой-то прокольчик сделать, а потом куда-нибудь на 1470, 1480, может быть, 1450, 1460. То есть в рамках тех восходящих трендов, которые сформировались, короткосрочных, вполне технически можно туда свозить рынок. Ничего в этом такого катастрофичного не будет, если коррекция ограничится этими уровнями, наверное, скорее всего, там надо будет подобрать позицию тем, кто, например, фиксировался здесь. Вот, если будет какой-то негатив, и рынок пойдет ниже, вот там надо будет уже, конечно, смотреть. Там, может быть, уже другой сценарий, пока не будем его разбирать. По всей видимости, как я понимаю, он сейчас никому не интересен, денег напечатано много, эти деньги. Ну да, все настроены все-таки. Да, да, начинают просачиваться к нам, действительно, европейские акции сильно перегреты, там в Америке уже бумаги торгуются, там, наверное, там, поскольку по 12-15 прибыли. Да, да, то есть там. Это, конечно, многовато. Хорошо, люди заработали, уже хочется. Да, капитализация Уолт и Диснея больше, чем капитализация Газпрома. У нас, как бы, да, вот, ведущая наша бумага, национальное достояние, за последние два года сложилось вдвое, фактически. Да, то есть, поэтому технически у Газпрома, там, в район 170, может быть, бумага сходить даже и до конца этого года, несмотря даже на все свои проблемы. То есть, наверное, базовым сценарием мы попробуем принять оптимистичный, такой глобальный на ближайшие полгода, если ничего нам, так сказать, не испортит. Я понял. Это новостной фонд. А сценарий этот посвящен, ну, на полгода, по крайней мере, да, Леша говорит? Пока работают еще печатные станки, скажем так. Да, да, да. Ну, и если говорить все-таки о каких-то, если привязывать к каким-то событиям, то это традиционно, да, новогодний ралли какой-нибудь. Новогодний ралли, да. Ну, и Олимпиада. И Олимпиада 2014 года, да. Которой нужно держать лицо, да? Надо держать лицо, надо показать, что у нас хороший инвестиционный климат, да, надо показать, что мы открыты, что рынок наш растет, да. И, на самом деле, действительно, денег много, их можно направить на рынок, а учитывая то, что, в общем-то, на таких низких оборотах достаточно происходит у нас рост. Да, да, да. То есть денег много и не надо. Да, и много особо-то и не надо даже, да, не позоримся. В принципе, можно сделать все угодно, все что угодно, ну, в хорошем смысле. Реально можно поднять. Реально можно поднять. Я понял. Хорошо. Вероник, давай вернемся к Европе, да, и все-таки поподробнее, если можно. Вот начнем с того, что опять, да, у тебя сложилось впечатление, что европейцы уже, ну, если не пережили кризис, то свыклись с ним уже, да, у них есть возможность с низкой базы, что называется, да, опять смотреть вперед с оптимизмом тоже. Да, постепенно начинают восстанавливаться, в принципе, уже и лучше выходят данные по статистике, да, вот недавно по промпроизводству данные получше у них вышли, вот, плюс, действительно, напечатали много денег, и я думаю, напечатают еще. Ну, один из таких главных факторов тут, что Германии прошли уже выборы, да, и уже Ангель, Меркель, не надо такую жесткую риторику держать, на самом деле, да, уже можно сказать, а давайте. То есть уже как-то Европейский Центробанк начнет уже более активно поддерживать, вот. Я думаю, уже денег закачали очень много, и стресс-тесты, скорее всего, большинство европейских банков пройдет неплохо, что тоже поддержит, на самом деле, вся эта система. Вот позитивная новость, что Ирландия отказалась, заявила, что она не отказывается от помощи МВФ, да, ЭЦБ, то есть там какое-то уже пошло восстановление. Да, естественно, по периферии, да, тяжело будет продолжать там, то есть вот Греция, Кипр, Португалия, да, вот эти страны, да, конечно, они в проблемах, но их вес удельный в экономике уже, в общем-то, недостаточно, такой, чтобы уже опрокинуть машину, да, в Грецию уже вкачали достаточно денег, чтобы, понятно же, что не будет никакого ужаса там и дефолта, да, несмотря на то, что сейчас они тоже опять начинают там просить им 11 миллиардов, там можно не хватить. Да, сказали, в январе, в январе еще дадим. Ну, все, ну дадут, господи, да, поэтому, я думаю, это как раз тоже говорит о том, что вот период именно таких вот дешевых денег уже уходит, и поэтому вот интерес к риску и к новым рынкам, он будет, в общем-то, оживать, да, и тут вот как раз вот мы со своим рынком такие все выходим на ляду. Ну, правда, сейчас у нас бумаги, конечно, дороговаты уже, все, конечно, может быть, но мы все-таки не Америка, и дисконт у нас побольше страновой, никто его не убил. Как только из модели уберут аналитики, оценки повысят, да, как только сообщатся, то страновой дисконт снижен. Ну, тут главное, да, тут главное, чтобы, во-первых, Россия, не дай бог, не понизили рейтинг, это тогда будет большая проблема, разговоры такие есть, разговоры такие. Поэтому сейчас, конечно, надо улучшать свой имидж, да, не бить дипломатов, продолжать год Голландии и России. Кстати, по штатам еще отметим одну вещь, да, то есть вот предыдущий обвал, который был спровоцирован как раз понижением рейтинга США, да, и бюджетными спорами, а почему сейчас может, скажем так, ну, сейчас была игра как бы целенаправленная на понижение, да, то есть в Америке там три недели, но единовременного обвала может не быть. Почему? Рейтинговое агентство заранее как бы S&P предупредило, что пока поводов нет, то есть их-то их так бедных напугали, да, они у нас такие независимые, так их напугали. Правда, ФИЧ, да, ФИЧ, правда, поставил на как бы рассмотрение, ту-вотч, как бы, да, они наблюдают за ситуацией и могут задаунгрейдить. Но при всем уважении к ФИЧ, они не очень, они, по-моему, больше специализируются именно по финансовым институтам, да, кредитным, нежели по странам в целом. То есть по странам S&P, конечно. Ну, при том, ФИЧ, они как, они сказали, что да, рейтинг у нас поставлен на пересмотр, прогноз негативный, но они уверены, что дефолты не произойдет. Ну, это вроде как такое предупреждение. Да, то есть с этой точки зрения американцы уже соломку подстелили, уже независимые, независимые агентства уже стоят, так сказать, на уйтишку. Ну, да, да, то есть вспомнить, какая вот была истерика в августе 2011 года, когда вот тоже пошли дискуссии по поводу потолка госдолга, когда S&P понизил рейтинг, и как все вот вообще, как все рухнуло, и казалось, что это вообще финансовый Армагеддон практически уже наступил. Сейчас как-то все достаточно спокойно. Да, да. Интереснее становятся развивающиеся рынки России, слава богу, в этой обойме. А что с Китаем, Леша, на твой взгляд, происходит? И, в принципе, насколько он интересен будет для тех же самых инвесторов? Ну, и опять, насколько он поддержит цен на сырье и металлургов, ну, наших опять. Ну, я с Китаем, к сожалению, не так глубоко могу внутрь посмотреть. С точки зрения техники, там что, там из понижательного тренда пытается выйти, индекс китайский пытается, но вот с учетом сегодняшнего падения, к сожалению, опять его запихнули. Под этот двухлетний тоже понижательный тренд. То есть ему нужно набирать силы и как-то отжиматься. То есть попытки есть, попытки есть, да, но на графике пока довольно робкие. То есть попытки выйти из понижательного тренда, ну, примерно то же самое, что мы. Мы вот смогли выскочить, да, вот, две-три недельки сейчас как бы, да, а там на дневном графике. То есть там только нос они просунули выше. Ну, смогут, наверное. Там как бы есть, что называется, политическая воля. Ну, да. Руководцы заинтересованы. Там есть план пятерин. Там не только рынок, да? Пока что, пока что, скажем так, им есть над чем работать. Видимо, если им это удастся, сразу наши металлурги начнут тоже нос поднимать. Вот. Да. Сразу медь, ну, как там, на самом деле, не факт. То есть цены на металл, может быть, не будут уже так сильно расти, потому что большие запасы создали китайцы. Но, тем не менее, они пытаются, скажем так, выйти из такого медвежьего рынка, пытаются начать рост. Я понял. Вероника, ну, а с точки зрения фундамента, с точки зрения статистики макроэкономической, все-таки последнее время она относительно неплохая. Да, последнее время стала относительно неплохая статистика выходить по Китаю. То есть, вот, помните, еще два месяца назад казалось, что там вообще тогда прям страшно становится. Просто всем что-то выходили не очень удачные. И все за этим следили, естественно, потому что, ну, американская статистика, китайская статистика, они вроде как вот так и делают историю нашего рынка во многом, да. Вот. Сейчас нет, сейчас все, в общем-то, выглядит неплохо, да. Но я как-то, честно говоря, вот за Китай как-то вот я спокойна. Серьезно. Да, и за их экономику, и за то, что там будет. Что там все будет хорошо. Я думаю, да. У них большие золотовалютные резервы накоплены. Конечно, самые огромные, да. Да, вот. И плюс, действительно, это во многом плановая экономика. Это огромный потенциал, это огромный внутренний рынок, который еще там совершенно там не охвачен. То есть, в принципе, я думаю, что некое замедление, которое происходило в Китае, оно же тоже плановое на самом деле. Потому что на последнем съезде говорили, что рынок перегрет, что темпы роста слишком большие, что надо немножечко так это остановить. Остудиться. Остудить немножечко, да. Вот они, собственно, это и делают. Но как только они видят, что там, допустим, даже внешний там инвестор начинает воспринимать это охлаждение как какой-то такой панический сигнал, да. В Китае выходит сразу хорошая статистика, да. Статистика, как в Китае делают, как ее считают, да. Это, в общем-то, тоже никому неизвестно. Мне очень интересно, они на выходных выпускают, то есть потом в понедельник с ГЭПом рынок. Сразу же реагирует, да, да, да. Кстати, именно в эти выходные, по-моему, да, что ли, пятницу ночью и субботу с утра будет ВВП публиковаться. Ну, у них большие порции обычно. Да, много, да, всего это уже предпит, конечно. Понятно. Ну, то есть, если смотреть, опять-таки, да, с точки зрения того, что как Китай себя будет чувствовать и как он будет поддерживать цены на сырье, на металлы, ну и как результат наших металлургов, мы вот здесь тоже оптимизмами наполнены. Почему еще отчасти, может быть, вот после саммита двадцатки, да, то есть китайцы с нами стали более активно сотрудничать в последнее время, то есть в смысле и реально готовы вкладывать деньги в совместные проекты. Здесь и Роснефть, здесь и Новотек отличились в хорошем смысле. Это такие долгосрочные драйверы, да, то есть это возможно улучшить денежный поток нашей компании на ближайшие там 3-5 лет. Но надо понимать, да, что капитализация вырастет, наверное, это будет хорошо, но и как акционеры, как серьезные партнеры китайцы будут предъявлять свои требования, да. Поэтому, конечно, в моменте, как бы для спекулянтов это хорошо, для капитализации компании хорошо, но я не исключаю, что через 2-3 года уже китайцы могут как-то начать и свои условия диктовать. Ну да, конечно, это жестко. А сейчас они диктуют? Ну, сейчас, скажем так, они только вошли, да, то есть они, Новотеку удалось договориться, Роснефть удалось договориться. То есть сейчас они на компромисс идут вроде бы навстречу? У них много денег, много долларов, которые они готовы обменять на российские активы. Правильно делают, кстати. Да, логично. Да, очень радостно. Конечно, тем более опять возвращаемся к тому, что многие активы еще достаточно дешевые, да, по сравнению со своими иностранными. Кстати, они не только с Россией, я недавно, была очень интересная передача, они и с Норвегией. То есть они, собственно, вот на арктический шельф заходят как бы со всех сторон. Не только с нами сотрудничают. Основательно базируются основания. Да, со всех сторон. Хорошо, еще раз прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы сегодня обсуждаем ситуацию прежде всего, ну или как, в основном на российском рынке. Немало нашли поводов для оптимизма, как минимум до конца года, ну и до осени, то есть на полгода, да, до осени. Осталось только воплотить их в жизнь. Ну, к сожалению, это не от нас зависит, я бы с удовольствием, честно говоря. Да, а то мы сейчас вкачали бы тут еще. Это да. О, ничего, мысль материальная. 1600 увидели. Сделали бы, да, 1600-1700 к концу года. Это нормально. Итак, хорошо, допомню еще раз, сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital Pro Business Bank. Телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Значит, следующую тему, которую я хочу вам предложить, уважаемые коллеги, ну она традиционна и без нее вряд ли обходится каждой. Можно угадать. Каждый, давай. Что будет с долларом? Ну с рублем уже. Хотя, чтобы с долларом, наверное, было бы интереснее услышать, давай попробуем об этом поговорить, но мне кажется, это менее прогнозируемая какая-то история. Ну, просто исходя вот, если мы допускаем, скажем так, позитивный сценарий развития событий на ближайшие полгода, значит, скорее всего, сырьевые активы будут чувствовать себя неплохо, да, то есть цена на нефть будет, ну не уйдет сильно ниже той, которая сейчас, значит, наверное, тогда сильной девальвации мы не увидим. Девальвация рубля-то имеется. Да, то есть либо плавная-плавная девальвация подтянут повыше там к 33, либо, может быть, даже немножко рубль укрепится. Если какой-то пойдет реальный приток. Нет, подожди, ты начал с доллара все-таки, ты же предложил, давайте доллар обсудим. Доллар, доллар. Я согласен. То есть сильно получается так, что если мы даем позитивный прогноз по фондовым рынкам, да, и сырьевым, то сильного роста доллара ожидать не следует. А в принципе, Вероник, смотри, вот если говорить о конкретном событии завтрашнем, да, или послезавтрашнем, или 21-го, может быть. Ну, в моменте будет право. В моменте будет, да. Вот что произойдет в моменте с долларом в США? Он укрепится или наоборот его сливать начнут? Ну, я думаю, что нет, укрепляться он не будет, конечно. Я думаю, что нет. Я думаю, что начнут сливать. Потому что вчера, извините, да, мы вот тоже мечтали, ну, рассуждали о возможном дефолте Соединенных Штатов Америки, дефолт по обязательствам. Традиционно искали актив-убежище. Ну, опять-таки, классический вариант, в доллар все сразу бегут, если что-то случается, да, в мире, и начинают прятаться. Не прокатят, не прокатят. А вот здесь, да, штаты объявляют дефолт, какой доллар бежать? Ну, к сожалению, к сожалению, видимо, это будет как после взрыва ядерной бомбы, да, то есть, может быть, можно рассуждать только о мощности этого взрыва. То есть, заденет всех. Ну, можно, не знаю... Не, давай мы не будем вспоминать, я не знаю, про какой ты взрыв говоришь. Я на моей памяти, по крайней мере... Ну, в иену традиционно побегут. Во-во-во, на моей памяти, событие 2001 года, да, атака башен-близнецов, что происходило, доллар укреплялся. Хотя это в Штатах было, хотя это, ну, наверное, нельзя сравнивать с взрывом. Потом трагедия в Японии, да, последние события, 11-й год у нас был, да, по-моему. Вот, куда все побежали? В доллар, в иену все побежали. Тоже, потом огромное количество вопросов. Как же так, да, в Японии такая трагедия, да, вселенского масштаба, а иену укрепляет, где логика? Ну, вот она, тем не менее, была такая история. А сейчас? Ну, я думаю, глобально ничего не меняется. В принципе, в моменте доллар, конечно, просядет. Вот, но ожидать какого-то резкого снижения тоже я бы не стала, потому что, ну, вот, что бы ни говорили, и так далее, это главная резервная валюта, это самая ликвидная валюта. Единственная, я бы сказал, да. Единственная, да. И, в общем-то, за судьбу доллара как-то сильно бы я не стала переживать, на самом деле. Пусть переживают, кому положено. Надеюсь, сейчас как раз пытаются. Они как раз не переживают. Они спокойно досмотрят будущее. Довольфацию сделать, и печатный станок усилить. В общем, все время так, знаете, вопросы... Картинку в другой цвет раскрасить. В ВВУ обсуждаются вопросы, и где-то на фоне того, ну, у них есть традиционная, да, величина государственного долга, там, с огромным количеством циферок. А последнее, видел я где-то по телевизору, по-моему, по Блумбергу, выступает Обама, вот буквально позавчера. На фоне того, сколько осталось до дефолта время, у них вот здесь тикает время. А, да-да-да, есть даже сайтик специальный. Вверх цинизма какого-то, просто я не знаю, что там происходит у них в мозгах. Ну, вообще забавно все это. Они держат руку на пульсе, так понимаю, да. Ладно, бог с ним, с долларом, давайте к рублю вернемся. Итак, сейчас я на спот смотрю. 32-32, а, 32-22, пардон. Стоит 1 доллар в рублях. Последние несколько торговых сетей. Очень узкий диапазон, там, в пределах 10-20 копеек он движется. Ну, и, если говорить о хаях ближайших, да, значит, мы видели 31-50 пусть будет, да. Это сентябрьский, максимум рубля против доллара после заявления Федрезерова, после выступления Бернанки. А до этого, значит, в августе мы видели, как раз рубль просел здорово, да, там 33-50. 33-50. 31-50, 33-50, 2 рубля. Такой вот диапазон, если говорить о среднесроке, да, краткосрочный, там, совсем узкий. Ну, и дальше что с ним будет? Если допустить, что все-таки будет какой-то приток западных средств, да, сейчас после разрешения ситуации со штатами, примут решение, может быть, второй половине октября, начале ноября какие-то деньги придут к нам, более глобальные, то будет, конечно, хотя бы краткосрочное укрепление рубля. То есть мы увидим, что доллар просядет. Может, неизбежно будут какие-то продажи, да. Ну, это логично, да, все скупают рублевые активы. И если еще вдруг так случится, что нефть опять полетит наверх, там опять разгонят, так всем все понравится, что мировая экономика опять... Да, она восстанавливается. Да, вдруг в очередной раз никак не восстановится. Но она восстанавливается. Да, это будет приводить... Подает сигналы, да? К укреплению, но потом, наверное... Куда укрепление-то рубля? Опять 31,50 или можем и 31, и на 30 опять сходить? Ну, я, честно говоря, ниже 31 не вижу. Если даже будет какой-то очень большой приток, и много будет желающих отконвертироваться, наверное, там будет ЦБ поддерживать опять. Ну да, скорее всего, они будут выходить, там они будут опять-таки с границами там работать. Опять наши экспортеры расстроятся сразу. Да, да, да. Нельзя их расстраивать. У них ни в коем случае нет. Кстати, о ЦБ заговорили, Вероника, вот 14 сентября, да, не далее как. ЦБ провел очередное заседание, говорит, ставку оставляем, да, все ключевые оставляем, все оставляем. Все у нас хорошо. Народ не согласен. Бизнес сообщества, по крайней мере, да, по некоторым, по некоторым, не согласен, надо снижать. Нет никакой активности, сонной нет активности. Как ты думаешь? Ну, как? Центробанк, они следят за инфляцией, да, инфляция пока она еще не вошла вот в коридор, который вот они себе задали, да, вот, не очень понятно еще, как там будет. Я думаю, что, правда, вот последнее, самое последнее заседание, которое было сейчас, вот в октябре, да, а они вот из коммунике, они вот убрали эту фразу некую там. Про инфляции там не было, да? Про инфляции там не было. То есть некую, они себе дали свободу для маневра, то есть возможно, что действительно они будут смотреть уже в сторону снижения ставок, но я не думаю, что это произойдет до конца этого года. Даже так? Да нет, я не думаю. Я думаю, что вот пока статус-кво будет сохраняться, вот они там сделали некие изменения в денежно-кредитной политике, да, то есть теперь ставка финансирована не главная, главное это, значит, ставка вот депозитная, там вот 5,5 процента. Аукцион, да, аукцион. Вот, ну это, вот, я думаю, вот это сейчас важно, я думаю, этого и будут придерживаться на самом деле. Плюс, тоже такой, хотел сказать, момент, да, почему, возможно, тоже наш рынок в последнее время тоже так оживился, да, это вот аукционы, которые Центробанк теперь проводит раз в квартал, предоставление под нерыночные активы средств, да, 500 миллиардов вот 14 октября пришли на рынок, да, то есть это тоже некий такой подспорь, скажем так. Совершенно верно, совершенно верно. Я бы сказал так, что здесь на самом деле действия ЦБ, они выглядят логичными, да, чего, например, не могу сказать по среднему времени у предложений со стороны Минфина. Значит, ну тут скорее не объясним, просто факты дадим радиослушателям. Значит, ЦБ действительно, видимо, основная задача не борьба с инфляцией, просто потому, что не все зависит от ЦБ. Стабильность национальной валюты, стабильность банковской системы. И в свете того, что у нас сейчас мегарегулятор фондового рынка, я думаю, что это его основные задачи, и в принципе, об этом, как бы, на это будут направлены усилия, судя по заявлениям вновь назначенных менеджеров, да, по каждому из направлений. А вот с точки зрения Минфина, да, как бы, что, пенсионные реформы, вот это вот, да, разные варианты, непонятно что, что может лишить притока фондового рынка, в частности, да, непонятно, что покупает длинные инфраструктурные инструменты. А теперь заявляет министр финансов о том, что не надо размещать средства фондов резервных в российские инструменты. Тем не менее, РЖД, так сказать, предполагается выкупить у РЖД привилегированные акции за счет денег фонда народного благосостояния. Якобы Медведев уже подписал. То есть, есть некие противоречивые, на мой взгляд, да, противоречивые моменты. Здесь мне видится, как бы, позиция ЦБ более такой, ну, как бы, стабильной. Я думаю, что реально, реально, ЦБ, инфляция зависит все-таки не от, не от ЦБ. Да, господин Дворкович заявил, что у нас бензин вырастет на 10% в следующем году. Каким образом ЦБ может этому противопостоять? Никак, я вот не, я не понимаю. Да, значит, инфляция тоже будет ускоряться, потому что заложит дельту. Поэтому здесь, я думаю, что вопрос, скорее, не к ЦБ, наверное, а к другим министерствам и ведомствам в данном случае. Ну, да, действительно, позиция ЦБ вообще сейчас, она будет более такой благоприятной для фондовых рынков, да, вот именно потому что ЦБ теперь он создал мегарегулятор. Леша, тему поднял, буквально две минуты осталось. К сожалению, не можем прописать просто вот эти факты противоречивые. И вот впечатление лично мое, что позиция ЦБ, она более цельная в этом вопросе. То есть, он понимает, чем ему предстоит заниматься. По поводу негосударственных специальных фондов, управления деньгами, вот этот, да, секвестр там в количестве управляющих компаний. Ну, буквально там, Вероника, прокомментируй, там минутка у нас осталась. Очень интересная тема, конечно, надо отдельно собираться по этому поводу. Ой, вы знаете, действительно, это отдельно сложная тема. Вообще вся вот наша пенсионная реформа, это уже вот, если честно говоря, там вот разобраться во всем этом уже очень сложно. И практически вот... Я думаю, они сами не совсем понимают. У меня такое ощущение, что тоже совершенно не понимают, потому что все пока предложения, которые были, они выглядят, если честно говоря, как-то диковато. Вот, что будет дальше? Во-первых, может быть, какой-то совершенно иной нужен к этому подход. Может быть, как-то вообще надо отказаться от того вот пути, по которому идут сейчас. Вот, но я так думаю, что никакого решения пока нет. Возможно, где-то оно зреет, там, в недрах правительства, в недрах каких-то финансовых институтов. Ну, а вот эти движения, это просто попытка оформить, там, я не знаю, какую-то активность, что ли? Да, кстати, еще очень важное заявление. Центральный банк на последнем заседании заявил, что он с 15-го года планирует страховать пенсионную систему. Очень важное заявление. Значит, по поводу вот реформы вот этой неудачной, неудачных маневров пенсионных, может решиться приток долговой рынок. И это приведет к росту доходности в корпоративном секторе, соответственно, труднее будет имитентам занимать. Вот факт остается фактом. Что касается рынка акций, посмотрим. Мы там не видели очень большой подпитки. Там максимум два раза в год, как бы осенью и в сентябре. Ну, там были условия такие, управляющие компании, они должны закрывать были ежегодно. А вот долговой рынок, он привык к тому, что пенсионные деньги используются. Поэтому потенциально рост доходности возможен. Ну да, и, конечно, вот тоже сегодня меня расстроило это заявление от Силанова о том, что Минфин против того, чтобы вкладывать средства в качественный российский актив, потому что как акции бы это поддержало бы, конечно. Спасибо. Огромное время закончилось. Вероника Чекина, Алексей Труняев сегодня в студии «Схого остатка». Благодарю вас, коллеги. Спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.